добрый день дорогие зрители канала садовый мир похолодало октябрь на дворе и мы забираем самые красивые цветы на лоджии чтобы продолжать любоваться ими до самых морозов и конечно же забираем все остатки урожая вспоминая щедрое урожайное и благодатное лето в этом году несмотря ни на что у нас урожай был просто отличным конечно хочу сказать отдельно спасибо большое группе бахчевых культур которые порадовали начиная с самой ранней весны помните самый первый ранний кабачки которые мы с вами сажали в прошлом году и в мешках и в контейнерах в этом году просто под двойное пленочное укрытие кабачок хьюго от агрофирм партнер уже третий год у нас в рейтинге самых скороспелых бахчевых культур которые радуют и взрослых и маленьких детей кабачки мы очень любим буквально один нас остался в биологической спелости вызревшие его мы тоже забираем домой кабачки лучше хранить конечно при стабильной температуре от плюс пяти до плюс десяти в хорошо проветриваем месте желательно темным я буду хранить их на отапливанной лоджии пока мы их не съедим у меня всего их буквально немножко осталось остальные мы переработали в бессовестно вкусную кабачковую икру но кроме хьюго конечно мы вырастили еще новинку замечательно от агрофирм партнер это кабачок посмотрите какой нарядный вырезал красавец ровные словно ролики плоды посмотри такой овальный хорошо очерченной формы с легкой такой зеленоватой сеточкой чрезвычайно урожайный тоже гибрид устойчиво к неблагоприятным условиям вам его показывать чем лето просто хочу еще раз насладиться моментом вспоминая и говоря спасибо сезону производителям семян что вы получили такую красоту насладились чей сезона урожаем вкусом бесподобным и соответственно забираем на хранение кстати кабачки это кабачки цукини это тоже разновидность тыквы и рекордный кабачок по массе выращен массой 62 килограмма конечно мы не стали целью вырос такие огромные кабачки но такие шикарные мы забираем с удовольствием на хранение все молоденькие кабачки которые оставались у нас на махче мы конечно же на хранение домой не забирали сразу же их переработали я их делала в виде полуфабрикатов для заморозки сейчас видите фото на экране тоненькими кругленькими слайсами для потом обжаривания в кляре мы такое блюдо очень любим маленькими кубиками для приготовления рагу для детских блюд и конечно же в крупную терочку в зип-пакеты на заморозку это для ладушков всегда я стараюсь сделать такую заготовку зиму она очень выручает но конечно не только кабачки мы выросли на нашем участке так как фирма партнер в губахщевой группе у нас еще и были тыквы в этом году я выращивала от агрофирм партнер вот такие порционные тыковки морисоль и каприз небольшие компактные планировал выращивать их на шпалере но планы мои не осуществились конечно в этом году нервы я сбух чего им потрепала потому что тыква чрезвычайно теплолюбивая культура и многие из вас каждый растет она как сорняк все правильно если вы подготовили вкусно заправленную ломку богатые всеми питательными компонентами если теплый климат позволяет ей распыжиться нарастить как говорится наземную часть она отблагодарит вас щедрым урожаем но в этом году весна к нам не торопилась я посела как положено рассаду за 25 дней тыковку думал что в конце мая я спокойненько ее высажена не тут то было до конца мая у нас были возвратные заморозки и ни о какой высадке рассады у нас речь даже не стояла а потом у нас отвалились как отвалились как говорится планы по выращиванию вот такой порционной тыковки на шпалере все дело в том что и в июне было очень холодно и мы решили не рисковать пустили тыкву растил укрыв их под дуги под спонбонд и страховали на ночь еще в том числе пленочным укрытием никогда еще так мы с тыквами не нянчились но она того стоил порционные тыковки в этом году у родились самые маленькие компактные весом до одного килограмма я оставила на хранение более крупные до полутора килограмм мы уже все пустили в пищу у нас семья большая вы знаете у родители три дочери у каждой своя семья поэтому как только мы собрали наш урожай порционных тыковок мы их дружно поделили и все разобрали по домам ведь тыкву нужно хранить при положительных температурах желательно чтобы они лежали друг от друга на расстоянии 5 сантиметров как я уже говорила хорошо проветриваем вентилированном помещении тыковки такие очень удобно фаршировать готовить вкусные витаминные каши цукаты переделывать на сок но поверьте мне их использовать лучше именно в порционном виде запекая фаршируя различными компонентами мы любим делать это с мясом обжаренным луком грибами делать такую начинку сначала фаршируем тыковку снимая вверху как крышечку и используя их как горшочек подаем непосредственно уже вот такую тыковку на двоих взрослых человек хватает за глаза а если еще ребенок маленький то на целую семью такой тыква фаршированный хватит в качестве подачи из тыковки марисоль мы приготовили вкуснейшую ароматную кашу запекали в духовке виде молочной основы варили кашку добавляли туда распаянное пюре вот этой тыквы тыковка с твердой корой отлично хранится с толстой стенкой ярко-оранжевой мякотью и кстати такие красавицы станут не только отличным дополнением для диеты и детского питания и в том числе для диетического питания для взрослых но и посоревнуются с другими скажем так элементами декор на кухне выложите их в большое порционное блюдо и они станут истинным украшением ведь на самом деле тыква это символ богатства благосостояние если вы разместите ее на кухне она будет притягивать удачу и благополучие ваш дом кстати а знали вы что чай известный многим как матэ это тыквенный чай парагвайский кто бы мог подумать что тыква тут как говорится рядышком оказалось а еще есть несколько интересных фактов о тыкве вы знали я нет сейчас с вами поделюсь этими фактами знаете ли вы дорогие друзья что сортов тыквы известно около 800 тысяч и только 200 из них съедобны пригодны для употребления в пищу кстати если вы загляните загляните в каталог производителя агрофирм партнер вы найдете массу тыковок в том числе и порционных для врач на своем участке уже сейчас можно продумать программу выращивание на следующий год ведь запасы тыквы очень быстро испаряться как карета узловушки превратившись в тыкву кстати тыква это самый волшебный овощ как я уже говорил она не только полезная но и очень вкусная если ее использовать в качестве десерта она поднимает отличное настроение ведь в ней бета-каротина гораздо больше даже чем моркови а по вкусу и по составу сок тыквенных семечек очень близок к маслу оливы кстати кашу которые вы будете готовить из этих красавиц либо другие овощные блюда с присутствием тыквы очень полезно сдавливать именно маслом тыквенных семечек получается идеальное вкусовое сочетание тыкву можно запекать в том числе и с ароматными травами я в том числе запекаю с розмарином получается очень интересные вкусовые нюансы кстати если у вас у родились более крупные тыквы и вы не придумали как ее приготовить кроме как фаршировки допустим потушить или кашу приготовьте очень вкусные из нее десерты цукаты например или сделайте пастилу кстати чтобы приготовить пастилу в тыкву нужно обязательно добавить томленое яблоко запеченные в духовке в нем гораздо больше именно пектина в котором практически нет в тыкве и вот это сочетание яблочко с тыквой отдаст отличный результат получится вкуснейшая пастила и очень полезная кстати обычный банальный тыквенный сок можно разбавить морковным яблочным и получатся новые вкусовые нотки дорогие друзья домой мы забираем не только чудесные кабачки и тыквы от агрофирм партнер но и вот такую сладкую красавицу так и называется гибрид дынь сладкая красавица в этом году выращивала ее в теплице как и в прошлом году все свои дыньки формировала бахчо в несколько пасынков второго третьего порядка именно поэтому получился просто огромный урожай плодов порционных самые крупненькие достигали у меня размера 1,8 кг мы их уже подъели а вот такие порционные мячики в пределах килограмма мы сейчас забираем домой еле держу тяжеловато но какой стоит аромат давайте разрежем и попробуем вместе одну из этих дыньек давайте разрежем вот такую замечательную дыньку вместе прямом эфире у нее уже окрепла кора но режется она прям смотрите сколько сока из нее течет прямо ой уже немножечко перезрела посмотрите мякоть такая знаете кремово-желтоватый зеленоватым оттенком у самой коры семенная камера маленькая аромат просто стоит сумасшедший мы сейчас с оператором облизываемся как только закончим съемки мы сразу ее быстренько возьмем чайные ложечки в руки и съедим как будто вот из чашечки посмотрите какая сочная мякоть аромат знаете ярко выражен даже с какой-то небольшой дынно-ананасовой ноткой дыньки вот эти вот мне чем понравились они устойчивы были практически ко всем заболеваниям которые вот обычно поражают у нас типолюбивы бахчевые культуры выращивала вот просто без затея единственное не надо налегать на органические подкормки а именно вот минеральная заправка лунок и соответственно все подкормки я делал по листу уже течение сезона и непосредственно в виде удобряющих поливах во второй половине лета уже дозировал полив потому что сами знаете что у нас в июле месяце было довольно довольно много осадков а вот август порадовал и благодаря это у нас дыни даже поздний урожай вызрели количество вот это суммарное солнечных дней теплых дал нам вот такой потрясающий урожай посмотреть сколько сока течет буквально и еще мы сейчас пока делали монтаж пока разрезали одну дыньку и она нас оказалась вот такая ярко-оранжевая а все дело в том что мы выращивали два гибрида денег порционных от агрофирм партнер вот этот дынь называется капри посмотрите ярко-оранжевая мякоть цвета манго тоже чрезвычайно оранжевый посмотрите крошечная семенная камера вот даже у сладкой красавицы она гораздо больше поэтому вот честно говоря небольшая зеленая прослойка у коры зеленого цвета это лишь изюминка именно этого гибрида чем хороши эти дыни они меня выращивались в теплице по стандартной схеме что и каждый год я формировала лунки ранней весной покрывала пленкой грядку для лучшего прогрема почвы возраст рассада где-то 25-30 дней выращивал уже в первых числах июня раньше у меня не получилось потому что у нас были возвраты заморозки как я уже говорил неоднократные поэтому я не рисковала и потом уже где-то в первых числах июня была достаточно холодная погода я рассаду уже высаживала и покрывала под дуги плотники спонбондом потом когда погода наладилась конечно же на высоте после шести листочков основных я сделал прищипку и формировал уже пасынки отрастали пасынки первого порядка я их после четырех листочков купировала и уже на пасынках 2 3 порядка формировались у меня вот такие плоды в среднем это 6 8 плодов на одном растении у меня спокойно возревало и вот вы видите начало октября первая декада а мы балуемся еще вот такими превосходными дыньками сейчас мы заканчиваем нашу программу а я вам настоятельно рекомендую зайти в каталог производителя агрофермы партнер пробежаться там по бахчевым культурам присмотреть себе что-нибудь уже на следующий год ведь сами знаете план выращивания формируется еще с осенью мы сейчас с вами готовим грядки и нужно уже знать где мы посадим тыквы где посадим дыни кабачки под них заложим вкусные как говорится посадочные места я стараюсь делать как можно больше работы с осенью чтобы облегчить себе труд именно весной такие грядочки а сразу свеч с осени закрывая пленкой и весной они прогреваются гораздо быстрее надеюсь что урожай дынь и тыковок на сосыщий год будет еще больше я сейчас заставляю программу выращивания и уже буквально перед новым годом мы познакомим вас с проектом огородного сезона 2023 оставайтесь с нами и выращивать не бойтесь дыни среди полосе у нас каждый год чудесный результат главное выбирать подходящие гибриды и желательно вот таких вот порционных дынь они гарантированно возревают даже у нас нижегородской области многие выращивают даже по топливным укрытием в открытом грунте но я предпочитаю делать это в теплице выделив под них целую грядку ведь несравнимое удовольствие получать вот такой результат того стоит всего доброго до новых встреч до новых встреч